Казалось бы, эпоха традиционных автосалонов окончена. Вместо офлайновых мотор-шоу нынче принято проводить онлайн-презентации. Однако заокеанский Лос-Анджелес, на удивление, собрал весьма представительную выставку достижений мирового автопрома. Главная премьера компании Hyundai на этом автосалоне — большой концептуальный кроссовер 7. Понятно, что через некоторое время этот концепт станет товарным кроссовером IONIQ 7. Однако дизайнеры постарались запутать публику. Взять, например, компоновку. Ну неужели 7-й IONIQ получит пару дверей без центральной стойки по правому борту и одну по левому? Загадка. Хотя общие черты дизайна, включая прямоугольные арки и покатый силуэт, очевидно сохранятся. А вот салон однозначно предстоит сделать другой. В современных реалиях большой угловой диван на втором ряду, а также пара поворотных кресел — это чистая утопия. Опять же, в серийной машине наверняка будут и руль, и педали. О технике подробностей мало. Известно, что новинку построят на модульной платформе E-GMP, что поддерживает сверхбыструю зарядку, а также оснащена батареями свежего поколения. Ожидаемая дальнобойность большого кроссовера — около 500 километров. Киа тоже готовит проект крупного электрического SUV, но подход совершенно иной. Если Hyundai готовит этакую комнату отдыха, то Киа сделал ставку на активное вождение и покорение бездорожья. Пятиметровый EV9 вышел брутальным, рубленным и оттого весьма необычным. Мы привыкли, что электрокары ради пущей экономии заряда используют зализанные формы. Интерьер здесь тоже фантазийный. Скажем, дверные проемы лишены центральных стоек, чтобы пассажиры, выехав на природу, могли распахнуть двери и наслаждаться этой самой природой. Звучит, конечно, красиво, но реализовано не будет. Или вот еще. Сидения второго ряда превращаются в обеденный стол, а передние кресла разворачиваются против хода. А вот выдвижные багажные рейлинги – это интересно и реализуемо. Во всяком случае, не сложнее выдвижных дверных ручек. В плане техники товарные Hyundai Ioniq 7 и Kia Concept EV9 окажутся близнецами, так как под них ляжет одна платформа. В этой истории любопытно, что Kia представит серийную модель через несколько месяцев, а Hyundai – не раньше 2023 года. Притом будущий EV9, скорее всего, придет и в Россию. Ведь Kia готова предлагать нашим соотечественникам свои вольтамперные модели.